Ну хорошо, значит, история началась в 1629 году. Началось с чуда, которое произошло с местным двоименем. Звали его Петра Андрея Злядков, воевода, воевал в войсках Минина, в войнах смутного времени участвовал, в знании поляков из Москвы. И вот в 50-летнем возрасте он вышел в отставку, поселился неподалеку здесь, в своем родном имении, но вскоре Господь попустил его заболеть к смерти. Человек был в пламенной вере, не стал обращаться к врачам, отправился в Москву по обществу к Владимирской иконе Божьей Матери. Из преданий известно, что Владимирская икона написана еще при жизни Пресвятой Богородицы Святым Евангелистом Лукой. Владычица видела образ и извлекла предсказание, что сила сына моего и моя будет с этим образом навеки. И вот по молебну чудотворной иконы Петр Андреевич получил исцеление, быстрое, от смертельной болезни. Патриарх в благодарность о совершившемся чуде благословил написание списка Владимирской иконы, писал иконопись из Патриарха, Григорий Черный звали его, лучший иконопись из того времени. И дополнил по просьбе заказчика девятью предстоятелями. Вот внизу на обраме их видно. Три святителя, три мученика и три московских блаженных. В общем, в те времена весьма и весьма азы, в наше время тоже, но в те времена особо почитаемые святые. Икона была помещена в домовой церкви в имении Петра Андреевича, в храм все свидетели Николая Чудотворца. И три года последующих находилась в этом храме. Он возносил благодарственные молитвы перед иконой. И через три года во время Страстной Седмицы в Тонком Сне трижды явилась ему Пресвятая Богородица. И дала повеление найти место, которое ему будет указано особо, и в этом месте возвести церковь и там поместить икону. На Светлой Седмицу он ходил по окрестностям, вышел вот туда, где мы находимся, где находится наш монастырь. Место называется Славянская гора на Аранном поле. Аранная значит вспаханная. Единственная пахотная земля поблизости, среди дремучих лесов, дала название этой местности. Никаких христианских поселений здесь не было. Изычники мордвиновые населяют эту территорию, здесь были охотничьи убодии. Получил у патриарха храмозданную грамоту, приступил к возведению церкви. Ну, противодействие со стороны язычников возникло сразу. Первая попытка окончилась курьезом. С ближних поселений небольшая ватага пришли громить стройку, заблудились в собственных угодьях. Неделю, как мы из летописи знаем, они здесь блуждали. Через неделю Господь их по домам отпустил. Милостиво. Храм был взведен за год, очень быстро, небольшая деревянная церковь. В дни великого освящения повторилось нападение, дошли все-таки до храма, хотели сжечь. Было им явлено введение ангельского воинства. Настолько были напуганы, что в пределах этого поколения, последующие 30 лет, никто уже сюда не держал прийти с недобрыми намерениями. И вот, можно себе представить, лес дремучий, посреди дремучего леса, маленькая деревянная церковь, в ней икона. Через пять лет патриарх направляет сюда комиссию, которая должна была рассмотреть и зафиксировать чудеса, произошедшие уже тогда по молитве, оранской иконе Божьей Матери. Комиссия отработала, тщательно отметая ложные, сомнительные заявления. Тем не менее, появилась книга, к сожалению, до нас не дошедшая, пропавшая в лихолетие революционное, которая содержала описание трехсот чудес, в основном исцеления. Слепые прозревали, что, кстати, в наше время случается. Хромые вставали на ноги, что тоже в наше время случается, могу свидетельствовать о таком чуде. И множественные изгнания бесов.